В рамках нашей общественной экологической экспертизы мы часто посещаем различные объекты, в том числе и мусорные предприятия. Сегодня и коррект на КПО «Алексинский карьер». Помимо проверки мы хотим еще и рассказать вам, что происходит с мусором после того, как он попадает в мусорное ведро. И самое главное, почему нужно все-таки сортировать мусор, а не выбрасывать все целиком, сплошняком в один пакет. У нас работают сортировки в круглосуточном режиме. Весь объем, который заходит по лимитной и проектной части, мы перерабатываем на сортировки. Когда вы в следующий раз будете сидеть в своем мягком, удобном, классном, комфортном офисе, думать о том, как же вы устали на своей работе, просто вспомните об этих людях за моей спиной, которые круглосуточно фактически работают на этой линии сортировки. Подумайте только, сколько сил, энергии и труда тратится на то, чтобы разгребать весь тот мусор, который, к сожалению, некоторые жители нашей страны до сих пор продолжают кидать в одно ведро, в один мусорный пакет, все вперемешку, не думая о том, что происходит с этим мусором дальше. Комплекс по сортировке отходов не случайно так называется. Это действительно комплекс. Только посмотрите, какое количество различного оборудования, людей и техники здесь задействованы. Ведь мусор нужно не только отсортировать, но после этого еще укомплектовать, подготовить к отправке, где он получит вторую жизнь. Это, как я понимаю, сердце, да? Всего КПО или мозг, да, наверное? Что здесь, ну, что за автоматы, что здесь? Здесь показано все оборудование цеха. Каждая зеленая галочка показывает, что комбинера все работают, моторы все крутятся. А вот то самое место на КПО, которое я очень давно вам хочу показать, чтобы вы посмотрели и поняли, сколько на самом деле сил и труда тратится на банальную сортировку мусора. На то, что людям лень дома выкинуть мусор хотя бы в два ведра. Посмотрите, это живые люди, которые работают здесь по 12 часов и вручную сортируют мусор, отбирая самые ценные фракции и отправляя их на переработку. Тем самым дарят мусору вторую жизнь, а органика, которая здесь сортируется, уходит на агрокомпост. У мусора, так скажем, есть элементы, морфология, которая идет на вторичную переработку. То есть отходы тот же картон, идет на картонные фабрики, на переработку, пленка. В зависимости от потребности или гранулируется, или делаются какие-то хлопья. Стеклобой, ну понятно, стекло, оно идет в переплавку. И так по всем полезным фракциям, порядка 15 мы отбираем, то, что пользуется спросом, то, что можно переработать. Вот, собственно, как раз наверху находится та самая линия сортировки, где мы сейчас были, и где мы видели людей, которые вручную сортируют мусор. Дальше они, он попадает сюда, и вот здесь вот видно, что здесь он уже очень четко рассортирован по отсекам. Здесь вот идет и бумага офисная, как раз которую мы с вами еще видим спрессованную, и алюминиевые банки, и вот такие вот пакеты от молока. Все отходы сортируются по определенным типам. Все они потом прессуются и отправляются на переработку. На самом деле это большая и важная работа, которая показывает, что мусор это тоже ценный ресурс. А вот это вот одно из самых дорогих и умных устройств на КПО, которым сегодня могут похвастаться не все комплексы по переработке отходов. Это оптические сепараторы. Здесь вот специальные камеры, которые определяют, какой состав мусора идет на ленте, и дальше он здесь вот под давлением воздуха сортируется сразу на несколько фракций. Это на самом деле очень крутая, дорогостоящая, умная вещь. И вот глядя на все это, понимаешь, что мусор это не то, что целая отрасль, а это еще большое количество высокотехнологичных устройств, которые используются, в том числе и в России. Слушайте, ну как я понимаю, вот оно, ради чего, собственно, КПО и существует. Вот он главный результат работы мероприятия. Это у нас получается торсырье, да? Да. В виде кип пресс подает кипованный материал, обвязанный проволокой, а дальше уже покупателям. Пресс автоматический, в зависимости от материала, настройки, и материал кипуется. Ага. И дальше, получается, это уже готовое вторсырье. Да. То есть вот прямо отсюда можно его забирать и отправлять на предприятие. Так и бывает. Снимается переработка. Вот картон, это бутылка PetMix по цветам, это вот Tetra Pak тоже идет в переработку, это офисная бумага. А, что отдельно собирает офисную бумагу. Она тоже пригодна для переработки, правильно? А, кстати, вот одно из нововведений мусорной отрасли, который появился буквально в 2021 году. Это специальная маркировка. Сейчас все машины, которые перевозят отходы, должны иметь такую маркировку. Ее отсутствие запрещает перевозчику складировать и возить отходы. Она обозначает то, что здесь перевозятся отходы. И сегодня все транспортные средства, где сложные, какого-либо рода отходы, и бытовые, и строительные, должны обладать такой маркировкой. В противном случае ГИБДД останавливает такую машину и выписывает ей штраф. В связи с тем, что полигон как бы закладывался уже давно, соответственно, свозились смешанные отходы. И в связи с температурными режимами и химическими реакциями внутри тела полигона образуется газ. Чтобы он не образовывался и не выходил на близлежащие районы, его в данном случае мы сжигаем пока что. В дальнейшем будет энергоцентр сделан. И там мы будем уже вырабатывать в мощности электрические и тепловые получать. Вот, соответственно, сейчас работают две факельные установки. Это 2000 кубов в час и 2500 кубов в час. По виду не скажешь, что здесь внутри температура 1000 градусов. Но вот так вот прислонив просто буквально снежок, моментально видно, как он тает и плавится. Потому что эта штука раскаленная, о чем предупреждает соответствующая табличка. Доказаться до нее мы не будем. Я думаю, что пример снежком отлично показывает то, что система работает на полную мощность. То, что сжигается газ, он при больших температурах, химических веществ, никаких вредных или приносящих вред здоровью, в принципе, нет. Потому что большие температуры сжигается все целиком. В яркий солнечный день, глядя на эти факелы, даже не догадаешься, что они работают. И только вот эти вот отбыски на солнце говорят о том, что работа здесь идет. Причем идет круглосуточно. И сжигается на этих факелах тот самый свалочный газ, который собирается с тела вот этого полигона через специальную систему догазации, установленной здесь одновременно со строительством современного КПО. Ну что ж, мы с вами находимся как раз в том самом месте, которое показывает, чем отличается вот этот современный КПО от доисторических и морально устаревших вот этих вот самых полигонов. Вы посмотрели, как на линии сортировки отбирается вторсырье и прямо отсюда уезжает на заводы переработки, а также образуется органика. Что это такое? Это те самые остатки овощей, фруктов, какая-то картофельная кожура, банановые шкурки. В общем, все то, что вы привыкли выбрасывать в свое мусорное ведро, здесь после линии сортировки они загружаются в бурты. И под воздействием теплого воздуха и горячей температуры происходит процесс гниения, естественный процесс перепревания. И вот этот уже перепревший грунт попадает в так называемый грохот. Огромный барабан, который отделяет уже грунт от остатков, от каких-то примесей, там, пластика, там, еще что-то, что могло попасть вот в процессе сортировки. И, наконец, у нас появляется технический грунт. Это фактически земля, которая дальше используется уже на этом полигоне для пересыпки так называемого тела полигона. А оставшаяся вот эта отобранная фракция, она также отделяется и уже захоранивается, поскольку, ну, не может быть уже применена ни для дальнейшей сортировки, ни для переработки. Ну что ж, друзья, вот, наконец-то мы поднялись практически на самый верх, на тело полигона. Могу сказать, что какого-то ярко выраженного запаха здесь нету. Видимо, ну, система дегазации действительно делает свое дело. И что самое интересное, из органики здесь вот есть либо вот этот вот специально завезенный грунт, либо грунты, которые получаются в буртах на системе компостирования этого КПО, где мы сегодня находимся. И что самое интересное, вот мы обратили внимание на то, что на те машины, которые сюда поднимаются, они содержат в себе как раз те самые хвосты, это отходы, которые остаются после сортировки, которые уже не годны ни к сортировке к дальнейшей, ни к переработке. И вот они уже сюда, очищенные от органики, от всех других примесей, поднимаются и складируются на вот эти вот карте. Мы сейчас находимся на части полигона, с северной стороны, не затронуты никакие работы. Вы прекрасно видите, здесь практически идеальное состояние. Нету никаких мокрых пятен, нету никаких следов работы. Все под снегом, все чисто. Если бы с тела полигона были какие-то выделения, мы бы прекрасно все это видели. В связи с наступлением весны, возможно, какие-то возможные подтопления, какие-то стеки, но это никак не связано с деятельностью полигона. Это будут обычные атмосферные осадки, то есть таяние снега. Ну что же, на этом наша поездка сегодняшняя заканчивается. Надеюсь, что теперь вы тоже понимаете, сколько сил, средств, труда и ресурсов уходит на сортировку и переработку мусора. Чтобы вы увидели, какое количество технологий, людей и техники вовлечены в этот процесс. Что здесь огромное количество стадий, о которых раньше вы могли даже не догадываться. И я очень надеюсь, что благодаря сегодняшнему ролику, в следующий раз, когда вы захотите выкинуть мусор, вы подумайте, может быть, начать уже сортировать, может быть, начать пользоваться системой двух баков и, в конце концов, встать на цивилизованные рельсы обращения с отходами. И помочь своими действиями нашей стране, наконец, вынурнуть от этого отставания и перейти к цивилизованному способу обращения с отходами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова